Армении стоило бы поучиться у Азербайджана, прозревший Корнаухов сцепился с армянами. Во время сорока четырехдневной войны на некоторых российских телеканалах балом правили нерукопожатные проармянские персонажи, которые постоянно пытались распространять лживую армянскую повестку по заказу армянского лобби. Далеко не секрет, что в длинной очереди всевозможных Симоньян, Каясаянов, Бабаянов и прочих Соловьевых, Багдасаровых постоянно реанимируются армянские мифы. Среди таких экспертов есть и персонаж под именем Сергей Корнаухов, давно записавшийся в ряды сторонников карабахских сепаратистов и террористов, который ранее вовсю защищал армянство, но поняв, насколько это неблагодарный народ, начал постепенно то ли прозревать, то ли беситься, ведь в ответ на свою проармянскую позицию, хоть и за деньги, он постоянно видит процветающую в Армении русофобию, о которой мы говорили не раз. Масло в огненную злобу Корнаухова подлил еще и взрыв, который недавно произошел в ереванском ТЦ Сурмалу, ведь армяне, как всегда, без логики и доказательств почему-то обвинили в произошедшем Россию. Такое вопиющее отношение и лжеобвинение в адрес российских структур, конечно же, вызвало соответствующую реакцию от РФ посольства России в Армении направило ноту в МИД республики, возмущенным усируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с г. на территории торгового центра Сурмалу трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерстве иностранных дел Республики Армения, отмечается в заявлении. На фоне этого всего не выдержал и армянофил Корнаухов, опубликовав в своем телеграм-канале пост, где долго возмущался поведению армянства и царящим антироссийским настроением, которые направлены на наращивание ненависти к России и русским. В последнее время даже у патриотической армянской общественности очень много претензий к России. Эти претензии касаются не только российского руководства, но и некоторых общественных деятелей, включая и меня. Мне кажется пришло время прояснить некоторые моменты, начал горе-политолог. По его словам, Россия думает сначала о своих интересах, а уже потом о тех, кто просит их оставить в покое. Далее Корнаухов обвинил официальный Ереван в отсутствии собственной политической субъектности. Мне совершенно понятно, почему в Армении хотят найти виноватого, но почему не хотят посмотреть в зеркало. Сейчас пришло время посмотреть критически на собственную политику, написал в частности Корнаухов, после чего получил сотни комментариев от разгневанных армян. Дошло даже до того, что настроенные против России соседи нашли некую связь Корнаухова с Азербайджаном, обвинили агента армянского лобби в икраедстве. Во-первых, Серый нам не нужен, с ним бесполезно иметь дело, так что забирайте и разбирайтесь с ним сами. Во-вторых, армянские телеграм-канализации в ответ устроили широкомошабную пропанганду бойкотирования, как России, так и Корнаухова. Шквал негативных комментариев от армян был настолько велик, что горе армянофил обратился к своим модераторам заблокировать всех разбушевавшихся и почистить комментарии. Кстати, далее он заявил, что современной Армении стоило бы взять дипломатию Азербайджана в отношениях с Россией в качестве примера, ведь Баку, в отличие от Еревана, выверенный и надежный союзник. Публикации Корнаухова об армянской русофобии вызвали широкий резонанс среди его российских подписчиков. В общей сложности публикации набрали почти три тысячи комментариев, где россияне высказали армянам все, что надо было высказать. Таким образом они в очередной раз подтвердили тот факт, что Армения, будучи самым мононациональным государством не только на Южном Кавказе, но и во всей Европе, проявляет нетерпимость в отношении других народов и национальностей. Как видим, Сергей постоянно наступает на одни и те же грабли. Давно уже пора понять и переоценить дружбу армянства с Россией. Будем надеяться, что Серый постепенно осознает свои ошибки, в частности, пропаганду армянского сепаратизма и позицию, противоречащую официальной позиции Москвы по Карабаху. Странно, что его слепота длится так долго. Корнаухов годами в упор не замечал то, как в Армении постоянно выжимается все российское, от телеканалов до обучения на русском языке. Хотя, учитывая все те грабли, думаем, он продолжит в своем же духе до тех пор, пока денежки от армянского лобби не перестанут капать. В Армении всегда зашкаливали до космических уровней туркофобии, азербайджинофобия, русофобия, юдофобия. Страна, общество которой больно таким количеством фобий, обречено на погружение в болото проблем. И никто, кроме самой Армении и армянского общества, в этом не виноват. Но интересно, что будет с Корнауховым дальше. Усвоил урок. Какая у него уже эта по счету истерика из-за армян? Третья и четвертая. Сколько еще Серый будет топать по армянским граблям? Время покажет.